Зареваю, что Байден скажет примерно следующее. Скажет. Это будет действительно квинтэссенция того, что говорится сейчас, что Россия могла занять достойное место в мире, разделить честь и участие в построенном, более справедливом миропорядке. Но Путин предпочел взять российских граждан в заложники и обрушить мир в крупнейшую после Второй мировой войны войну в Европе, резко проблематизировав вопросы безопасности. И там многие-многие другие вопросы. В результате произошли тектонические сдвиги, которые фиксируют они. Значит, Россия перестает быть глобальной державой. Не знаю, скажет ли это Байден, но Россия при Путине очевидным образом перестала быть глобальной державой. Ближайшее доказательство тому намек Макрона на переформатирование Совета Безопасности ООН. Где одного из членов не спросят. Просто переформатируют. И вопрос, останется ли он там вообще. Это большой вопрос. Второй момент. Это то, что скажет, что... Ну, как бы... Гефтегазовый рынок в Европе изменился радикально. В результате вы утратили все. Что прежние договоренности системы безопасности разрушены. Время создавать нового. Более справедливо. Много будет дать от данного оценок, которые сведутся к одному. Старая жизнь невозможна, а новая наступила в результате этого года. И эта новая жизнь, дорогие граждане, будет без вас. А потом он скажет, но у вас есть еще шанс. Шанс этот заключается в том, что вам нужно остановить бессмысленную попытку переиграть сценарий. Так называемое глобальное наступление провести, или там всеобщую мобилизацию, или что-то там еще. Потому что ни к чему новому, кроме к огромному количеству жертв, которыми будете вы, уважаемые российские граждане. И ваше государство, ваша страна это не приведет. Потому что Запад и весь мир полон решимости, что бороться с вами до конца, пока не победит. Вот заявление министра иностранных дел Германии, да? Это то, чего Германия никогда до сих пор не говорила. А звучит оно именно так, что Германия не поддержит любые предложения территориальных уступок Украины в обмен на мир с Российской Федерацией. Анна Лена Бербова заявила. Такой шаг означало бы, что мы вознаградим эту российскую агрессивную войну, что мы предадим устав ООН, что мы сделаем народ Украины добычей России. Вывод всех российских войск со всех занятых ими территорий Украины является непримерным условием потенциальных мирных переговоров между Киевом и Москвой. Ну, Германия. Это заявила Германия. Да, это безумно показано. Да, и я человек, который до сих пор иногда сотрагается во сне, когда мне снова снятся переговоры в трехсторонний контактной группе или в дарматском формате. Могу вам сказать, что это фантастическое, не фундаментальное фантастическое изменение в мире, в политике, в европейской политике и так далее. Вот Запад скажет, что он уже сказал, повторит, что мы будем стоять с Украины столько, сколько нужно, а венцом этого будет военное поражение России. И только вы сейчас, российские граждане, президент России решает, насколько масштабно будет это поражение, насколько будет тяжелой катастрофой для самой Российской Федерации. Простыми словами, скажут, не делайте глупостей, не надо, не нужно вам это наступление, выводите войска и садитесь за стол переговоров.